Доброе утро всем! Доброе, доброе, доброе! Присоединяйтесь к нам, к нашему эфиру. Это всегда приятно, когда вы заходите. Будем разбирать новости, которые приходят на ленты. Сегодня вроде повестка будет спокойной. По крайней мере, мы надеемся, что нам ничего не подбросит извне. Да, друзья, у нас с сегодняшнего дня на постоянной основе милым, трогательным, любимым гостем станет Андрей Юджи Гаврилов в 10 утра. Рубрика будет называться «Точка зрения Андрея Гаврилова». Каждый четверг и, в общем, с сегодняшнего дня и начнем. Время будет и на обсуждение новостей вместе с вами с 9 до 10, а сейчас в студии «Серебряного дождя» Даша Касьянова у нас. Здравствуйте, Дарья! Доброе утро! Что вас к нам привело в столь раннее утро-то? Ребята, я решила уделить внимание школьной неделе, которая вот завершается. Да. Прошло 5 дней обучения, у многих детей по-разному. Где-то школы закрываются, где-то открываются только для одного ученика. В том числе нам пришло интересное письмо. Это как обычно письмо позвало в дорогу. Да, письмо пришло от родителей одного из учеников так называемой школы Щетинина. Школа Михаила Щетинина – это очень известная школа, которая уже 25 лет практически собирает абсолютно разные отзывы. Кто-то считает, что это гениальное просто учебное заведение, это лицей, где дети живут постоянно, где они за один год могут пройти программу двух и даже трех и больше лет в обычной школе, если бы они там это учили. Кто-то считает, что это секта. Вот такая история. Я в этом во всем разбиралась неделю. Я вам точно могу сказать, что за 6 лет моей работы спецкоровской – это, наверное, самая сложная тема, потому что я вчера, ну, не спала всю ночь, меня периодически перетрясало, я перечитывала все статьи, которые я нашла. Я неделю в ней копалась, я не сформировала до сих пор своего конечного отношения, поэтому буду это делать прямо с вами, прямо сейчас. Давай, слушай, давай, таксотворение мира, рассказывай эту историю. Краткая вводная – это то, как в интернете, друзья, я еще раз подчеркиваю, мы постараемся со всех сторон разобраться в этой истории, то, как в интернете описывают школу те люди, которым, например, она нравится. Человек, проходивший обучение и вышедший из школы Щетини, абсолютно готов к любой жизни, в любой точке пространства, в условиях нашего времени. Чем больше вот таких школ и успешных проектов, ведущих деятельность в направлении формирования именно личности, тем народ за счет выпускников этих заведений становится более развит, просвещен, осознан и силен в реальной жизни. Такие личности способны поднимать свой бизнес, других людей и страну, в которой они живут. С другой стороны, нам пишут, например, о том, что школа не соответствует нормам Санпина, что там нет учебников, что хореографию преподает облицовщик, один из преподавателей. Там вообще нет учителей, я вам скажу сразу. Там дети занимаются с детьми. Так, хорошо, милые дамы. В этом году ученики экспериментального лицея Михаила Щетинина в Краснодарском крае, это находится в поселке Текс, это Геленджик, присоединяйтесь к нам, если звоните. Очень важно ваше мнение, вы наверняка об этом слушали, потому что это целый микрогородок. Они рискуют провести год в общеобразовательных школах, потому что приехала комиссия накануне, и толком ничего не проверив, на самом деле, то есть таких проверок не было, вынесло решение о том, что это лицензированная, надо сказать, школа. Кстати говоря, по указу Владимира Путина она лицензирована была два года назад, работающая уже 25 лет по собственной методике, что она на 90 дней приостанавливает свою работу. Потому что там, кстати говоря, у них было 36, по-моему, замечаний, примерно так, почти все их устранили. Проблема у них в основном сейчас заключается в том, что они не могут некоторые корпуса, построенные, внимание, детьми, правильно оформить. Вот это самое главное. Давайте разбираться с самого начала, как я пообещала, отцетворение мира. Мы сейчас переносимся с вами в 89-й год и слушаем молодого Щетинина, который выступает в Останкиной и рассказывает о том, какой бы он хотел видеть свою будущую школу. Это, прежде всего, принцип природосообразности, бережность к природе ребенка. Обратив внимание на то, что дети у нас спят, большую часть учебного времени, если помните, Шацкого он писал, 4 пятых учебного времени дети спят на уроках. Мы так более мягко оцениваем, говорим, две трети учебного времени, зная о том, что это ненормально, потому что есть такой закон оптимизации информации. Система всегда живая, стремится к информации, избегает избыточности, но никакая живая система не может быть в полусне. Мы на это обратили внимание. Поэтому мы хотим, чтобы школа была наполнена живой мыслью. Наши уроки 35-минутные, короткие. Чтобы каждая секунда была наполнена активной деятельностью, помня, что гений – это энергия из ряда вон выходящая. Мы хотим, чтобы каждый следующий урок был бы развитием других информационных подсистем, не только ту, которую называем вербально знаковой. Поэтому в нашем учебном плане предметы – музыка, изобразительное искусство, хореография, физкультура, на равных с математикой, физикой, химией, литературой. То есть на один час предмета, как бы сказали физиологи, вербально знакового цикла, один час предмета – образно-эмоционального. Вот это вот еще один шаг навстречу природе. Надо сказать, что дети, которые там занимаются, танцуют на профессиональном уровне. То есть облицовщик, не облицовщик, там хореограф, неважно. Есть такой ансамбль, очень известный в России, называется «Колокола России», гастролирует по всей стране. То, как там танцуют дети – это уровень, знаете, как девочка вообще ничем не занимается, кроме балета. Вот так. Или, например, какие-то национальные танцы. Там же есть рукопашный бой, там очень много всяких действительно интересных образовательных программ внедряется. Я за этим тоже следила. А вот, собственно, сейчас мы послушаем Ивана. Он родитель одного из мальчиков, который учится в этом лицее. Собственно, с ним-то я и общалась. Михаил Петрович искал средства, сам строил здания, корпуса. Все-все находил, находил, находил деньги. И как бы развивал свою идею воспитания детей, что ребенок – главный в системе образования. Что там уникальная система образования. Что ребенок за 2-3 года проходит всю школьную программу. И вот у меня сын, он там уже год отучился. Его параллельно сдала 8 класс, а он сдал уже 9 класс. И в этом году собирался сдавать ИГ. С 15 лет. Ну вот такая система там образования, что дети вовлечены, они в центре, им интересно учиться и все-все-все. Мы читали книги про эту школу, мечтали, поступали, поступили, учимся. И вот однажды мне сын звонит и говорит, папа, тут ходят люди, какая-то комиссия, хотят закрывать лицей. То есть приехал какой-то дяденька, группа. Им что-то не понравилось, вплоть до того, что нету пандусов для инвалидов. Хотя в лице инвалидов никогда не набирали. Самострой не все узаконены, но процесс идет, узаконивание это не такой быстрый процесс. Написали 36 предписаний, вот, подали в суд так, что представители лицея, они даже не знали об этом суде. Они узнали просто о постановлении, что деятельность лицея приостановлена на 3 месяца, и чтобы устранить замечания. Замечания, которые написаны, уже устранены, из 36 пунктов 30 пунктов устранено, а 6 пунктов это вот, ну, длительное что-то. Мне позвонили и сказали, вот, вы знаете, лицея закрывают, вы должны своего сына перевезти оттуда. Я говорю, какая-то прям у вас такая, ну, трепетное отношение к моему ребенку, и почему я его куда-то должен отдавать, когда он, его параллель закончила 8 класс, а он у меня ОГС дал в этом году. Он, в принципе, может ничего не делать. Нет, он должен где-то учиться. Ну, он будет учиться дома. Нет, он должен быть приписан к школе. Каждому ребенку из лицея позвонили родителям и начали на них, на нас оказывать давление. Там была истерика, многих детей не понимали, что происходит. Представители департамента образования говорили, если вас родители завтра не заберут, мы вас поместим в детские дома и приюты, ну, и все такое. То есть лицей не должен существовать сейчас, он должен исправлять замечания. И мы, наша позиция к родителям, давайте вместе, что не соответствует, давайте вместе устраним. Мы как родители и не знали. Мы готовы все приехать и вместе тут что-то делать. Оформлять документы, там, что, что давайте, что делать. Мы хотим сохранить это лучшее образовательное учреждение в мире, не побоюсь этого слова, потому что там от ЮНЕСКО, отовсюду, ну, приезжают со всех стран и перенимают опыт обучения детей погружением, потому что это самое эффективное, что дети передают знания другим детям. Они изучают материал, передают его дальше под присмотром руководителя. У них есть экипажные задания. Их уникальная методика изучения всего, ну, никакой нет воды, все по сути, все вокруг ребенка. Ребенок хочет это изучать, он изучает это, хочет это изучать, изучает это. Давай, пару слов про вот это самое погружение. Да, это вот самое известно. Значит, смотрите, из воспоминаний одного из выпускников школы Щетинина, там нет учебников, только концепции на доске от педагогов. Концепцию конспектируют, и если она непонятна, то разъясняют те, кто поняли. Пока не поймут, все без исключения. И вот как раз подробнее погружение происходит следующим образом. Дети вне зависимости от возраста делятся по группам, познают, цитата, образ предмета, осваивают и осваивают его каждый на своем уровне. Те, кто постигли его полностью, учат дальше остальных. Погружение при этом разбавлено работой, изучением танцев, рукопашного боя. А некоторые СМИ пишут, что вот действительно, как уже сказал родитель Иван, за 1-2 года проходят программу средней школы, а к совершеннолетию, опять же, я повторяю, так пишут СМИ, дети получают 1-2 высших образования вкупе, как минимум, с парой рабочих профессий. Я позже расскажу про эти высшие образования. Давайте вернемся на грешную землю. Я правильно понимаю, что это, по сути дела, такой интернат. Да. Притом дети даже на каникулы не уезжают оттуда. Это раз. Претензии, которые предъявлены в сухом остатке, это не претензии к лицею как образовательному учреждению, а как зданиям и сооружениям. Именно. Это два. Третье, вот что меня больше всего волнует, когда мы говорим об уникальности и замечательности, а вот эта уникальность и замечательность, она... Кем признана? Ну да, потому что, ну хорошо, дети... ЮНЕСКО. Ну вот просто... ЮНЕСКО действительно приезжали и наблюдали за этой школой. Якобы она входила в список ЮНЕСКО. Сейчас я проверяла, я реально прошерстила все списки. Там сейчас в данный момент она не числится. Это правда. Действительно, у Щетинина есть только одно образование. Он заочно окончил педагогическое училище по классу Баяна. К нему вопросов пока не имеем. Я просто пытаюсь понять результат. Дети, которые проходят быстрее, они потом... Правильно я понимаю, что они хорошо поступают? Нет. Я сейчас объясню это. Вот с университетами, институтами. Они хорошо поступают? Не совсем. Они поступают в институты там же, на территории этого городка. Вот смотрите, давайте несколько сообщений. Вот одно из них как раз по поводу ЕГЭ и поступлений. Пиши нам, Артем. Лично знаком со многими родителями, у которых дети учатся в школе Щетинина. Несколько преподавателей в школе, где учится наш сын в Сочи, работают по методике Щетинина, являются ее выпускниками. Очень хорошие отзывы. Дети у них в 14 лет сдают ЕГЭ, легко поступают в ВУЗы. Написал нам Артем. И под видеотрансляцией комментарий. Школа Щетинина супер. Еще давным-давно по ее разработкам учились и учили. Проверки. Знаем мы эти проверки. Да и вы знаете. Опять наверняка отжим здания. Одна из немногих школ, куда ученики хотят идти. Ребят, я напомню, мы разные отзывы принимаем. Да, и в том числе я тоже думаю, если честно, что весь этот накат на школу идет, чтобы завладеть помещениями, которые, кстати говоря, сам Щетинин подарил государству вместе с детьми. То есть они сами построили когда-то эти корпуса и подарили их в собственность государства. И это никак не идет, допустим, обогащение за счет учеников или родителей. Ни копейки не заплатили за прошлый учебный год, за позапрошлый. Более того, давайте по-честному. То, что мы сейчас слышали про эту методику, примерно то же самое внедряется у нас здесь на Барвихе в гусенке, но только стоит 150 тысяч в месяц. Понимаете? Примерно то же самое. Поэтому говорить, конечно, на 100% о чем-то очень сложно. Вот я говорю, я неделю копалась в этом. Я разговаривала со всеми с учениками. Это очень непростая история. Очень непростая. Вот, например, смотрите, чтобы послушать и другую сторону, я вам предлагаю послушать, как это объясняет комиссия. Вот встреча родителей и комиссия, которая закрывала школу временно, вот что они говорят. Не в соблюдении лицензионных требований в соответствии с регламентом и с постановлением правительства о лицензировании образовательной деятельности мы обязаны составить протокол об административном правонарушении и направить его в суд, что было сделано. Необходимое до устранения. Я пояснила? Нет, я не совсем об этом. Еще один аспект, я задавал вопрос. Поясняю. В случае обнаружения нарушений, которые к полномочиям министерства, типа Роспотребнадзора, Госпожнадзора или, если есть сомнения, что образовательная деятельность ведется вообще в образовательной организации, потому что было увидено, а может быть это просто выдача документов там идет, мы сообщаем в соответствующие инстанции, в Роспотребнадзор, в Госпожнадзор, в прокуратуру, в правоохранительные органы, мы везде пишем письма. Это бывает не только при проверках, но и при рассмотрении обращений. То есть в любом случае мы должны в соответствии с регламентами и законом об образовании проинформировать тех, кто за это отвечает. Вот таким образом. За действия Роспотребнадзора и Госпожнадзора ответственности не несут. Первое. Второе. Я их не видела. Например, я как руководитель проверяющая сторона. В это время мы занимались проверкой образовательной деятельности. Поэтому я не могу вам пояснить, что они составили и как составили. Вот примерно такая ситуация. Правильно я понимаю, что это комплексная была проверка и барышня, которая вот в данном случае выступает, она из мин какого-нибудь обра или мин просвещения. Да, да, да. Она вот как раз именно проверяла процесс обучения, как проходит. Там практически у них нет никаких замечаний, кроме того, что не соответствует, по-моему, один учитель. У него нет вот этих курсов, которые повышение квалификации. То есть проблему надо разделить на две части. Есть претензии по корпусам, то есть это претензии по имущественному комплексу, но к образовательной программе, по сути, претензий нет. Нет, абсолютно. Более того, они считают ее как бы вполне себе приемлемой. Опять же, я повторюсь, по указу Владимира Путина, два года назад школу лицензировали. То есть вы понимаете, на каком уровне решался этот вопрос? Несмотря на то, что, насколько я помню, вопросы к этой школе, например, со стороны Русской Православной Церкви возникали еще аж при жизни патриарха Алексея, если я ничего не понимаю. Сам патриарх Алексей говорил о том, что он видит признаки тоталитарной ученической секты. Тем не менее, она лицензирована. Вот нам при этом пишут, лице Ищетинина, это копия Азазель Бориса Акунина, та же секта с изучением диверсионного почему-то дела. Давайте подключать слушателей. А, да, кстати, я забыла сказать. Ребята, каждый раз, когда происходит набор, то есть туда берут только детей уже взрослых, там 12-14 лет, там по 300 человек на место. Ну, надо полагать. То есть это старшие классы, по сути. Да, это вот если у тебя есть уже начальное образование, да, понимание предметов, то есть тебя там берут в 12, в 13, в 14 лет, при том ты можешь оказаться в группе по изучению, например, математики с детьми, которые чуть младше или чуть старше тебя. Тут вопрос как бы рвения твоего, что ты сам хочешь изучать, и, ну, того, как ты это делаешь. Вот и все. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Алло. Да, слушаем вас. Радио только потише выключите нас, а то мы сами... Себя слышим, да. Я прошу машину, я в машине просто. Алло, да. А вот теперь, наверное, так. Да, теперь мы однозначно лучше, слушаем вас. Я учился, ну, раньше назывался, это лицинтернат комплексного формирования личностей детей и подростков, ну, школа Чтенина. Так вы бывший, получается, ученик? Как-как? Вы бывший ученик этой школы, вы прям закончили ее? Да, это верно. Я учился со второго по третий год, 2002-го, 2003-й год. Ну, два года я учился. Как раз примерно во время пожара я застал. А, я знаю, что несколько раз поджигали, да, школу и пытались ее закрыть. Она вот несколько была уже... Ну, не знаю, насколько поджигали. То есть, это как бы, ну, разбираться, наверное, органам нужно. Как бы, не нам с вами. Ну, как бы, да, был такой инцидент. И каково ваше впечатление от школы? Ну, вы знаете, хорошее впечатление со временем. Оно прошло достаточно много времени. То есть, как бы, я не закончил ее, то есть, я не сдал ЕГЭ, там, как бы, и так далее. Я это делал уже в другой школе, но я поступил в институт, закончил, как бы, ну, да, сейчас. По профессии я не работаю, но работаю, как бы, у меня есть небольшой бизнес. А вот сравнивая, скажем так, школу Щетинина с, по сути дела, я так понимаю, с общеобразовательной... Нет, это не, как бы, поймите правильно. Это интернат, где ты живешь, где, как бы, ты занимаешься спортом. Как как, с самого утра до самого вечера, то есть, ты абсолютно занят. То есть, это никак нельзя сравнивать, это абсолютно разные вещи. В школу ты пришел и ушел, то есть, знаешь, отучился, сделал какие-то, как бы, уроки посидел, то есть, а там совсем по-другому. Ну, вам было комфортно там, почему вообще ушли? Ну, разные причины, на самом деле, то есть, нельзя так, как бы, просто взять и сказать. То есть, ну, причин было много, я посчитал, что будет лучше, чтобы я закончил 11 класс в другом месте. Понятно. Потому что, то есть, я хотел поступать в институт, который, как бы, ну, находился не там, и, соответственно, как бы, ну, были достаточно сложности, то есть, после, после окончания школы. А скажите, пожалуйста, вот, правда ли, что там были определенные какие-то, скажем так, изучения, всякие эзотерики, знаете, насаждения, там, каких-то древних религий, там, языческих... Ну, это неправда. Неправда, это все просто поклевно. Там очень много, много мусульман, то есть, там много национальное такое, то есть, как бы, ну, собрание было, это, как раз всегда на это был упорт сделан, то есть, то, что нет никаких, каких-то, не знаю, ограничений или еще чего-то. То есть, юж точно, то есть, каких-то насаждений древней русской культуры, еще такого нет. Это все было, как бы, ну, может быть, оформление какое-то графическое, если вы были, вы видели, там очень много рисунков, то есть, да, они выполнены в каком-то таком старом, может быть, славянском стиле, еще что-то, но это не более того. Не более, чем стиль оформления, да, спасибо, спасибо огромное. Друзья, мы ждем ваши комментарии, в прямой эфир звоните, пишите. И не только по этой школе, но и по вообще подобным школам как таковым, потому что интересно именно ваше мнение, то, что у нас действительно начался учебный год, и крайне важно понять, где учить детей. Это краеугольный камень, я считаю. То, что происходит со школой Щетинина, мы продолжим разбираться через несколько минут. До конца этого часа у нас Даша Катьянова в студии, оставайтесь с нами. Доброе утро, кто к нам только что присоединился. Мы обсуждаем школу как таковой, вообще альтернативной формы обучения. Кто-то на домашнем сидит, вот есть школа Щетинина. Обсуждаем лицей Михаила Щетинина, который сейчас закрыли временно и, возможно, закроют навсегда, детей расформировывают. И очень много разных отзывов, если честно, я вот немного в шоке от того, как много людей пишут. Многие пишут очень приятные лесные отзывы. Например, Михаил Петрович Щетинину низкий поклон за сына, что действительно сейчас деятельность школы приостановлена, это очень больно. Кто-то писал, мой сын поступил в школу после восьмого класса, с воодушевлением рассказывал, в престижный вуз смог поступить, там много-много разных и действительно таких полных комментариев. Ну вот в том числе сами дети этого лицея записали несколько обращений. То есть дети, которые, например, из Чечни, которые там учатся, писали обращения к Рамзану Кадырову, кто-то к другим. Кому еще писать? Везде, да, везде писали эти обращения. Давайте послушаем, как это звучит. Давайте послушаем, после чего пообщаемся со слушателями, которые тоже хотят рассказать свои истории. Вы лицеисты. Лицей-интернат. Комплексное формирование личности детей и подростков. Наш лицей был основан в 1966 году с Чечниным Михаилом Петровичем по его уникальной методике. Эта школа действительно формирует личность, учит детей ценить и защищать свою страну. Наш лицей многонациональный. Здесь учились и учатся дети из Священской Республики. Именно благодаря ним мы знаем про истинных чеченцев. За это им огромное спасибо. А также у нас учатся дети из Дальнего Востока, Камчатки, Средней Сибири, Калининграда, а также Кабардино-Волкарии, Корчаво-Черкесии, Ингушетии, Дагестана и многих других субъектов Российской Федерации. Наш лицей не дедает людей на нации. Но, к сожалению, нашу школу пытаются закрыть по решению Кимеджикского суда 19 июля 2019 года. Если бы вы знали, насколько наш лицей уникален, вы бы горость стояли за него. Система наших окружений прилично признана ЮНЕСКО, как лучшая методика в мире. Наша школа единственная, кто протекует ее. Проучившись здесь, ни за что на свете не сменим место нашего образования в других общеобразовательных учреждениях. Наши школы богатая история. Ее поджигали и оставляли на самообеспечении. К счастью, по указу Владимира Владимировича Путина в 2011 году нам вернули статус федерального лицея. Да, теперь можно поговорить. Да, 730-101 написала нам слушательница с просьбой набрать ее, потому что она хочет рассказать свою историю. Мы это сделали. Доброе утро. Доброе утро. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотела поделиться своей историей. У меня учится брат в этой школе. И хотела рассказать положительные моменты. Мы слушали вас с самого начала. Прямой эфир. И хочу рассказать о том, что брат будет учиться в этой школе второй год сейчас. К сожалению, деятельность приостановили. Но Ваня не собирается идти в обычную школу. Отказывается. Рад обучаться, что поступил в лицейм нечестно. Потому что поступать тяжело. Отбор серьезный. Дети приезжают со всего мира. И возможность учиться там. Это большая удача, честь. И мы хотели бы поблагодарить всей семьей Михаила Петровича за то, что есть такая школа. Потому что мой брат кардинально поменялся. Он стал настоящим мужчиной. Ему сейчас, получается, в этом году будет 13 лет. Но его знание, его оценка мира, любознательность, все совершенно изменилось. И в очень хорошую сторону. Да, спасибо. Интересно был случай, что он приезжал зимой на каникулы домой. Отпустили на некоторое время отдохнуть. И я сидела, делала домашнее задание за 10 класс. Алгебра, тригонометрия. И мой брат подходит, а он должен был обучаться в пятом классе. И говорит, Маша, смотри, вот тут вот ты на 6, корень из 3 на 2. И я удивляюсь, спрашиваю, Ваня, как ты это знаешь? Это только я сейчас буду проходить. Он говорит, мы в начале года это разобрали. Однако. Да, спасибо. Спасибо. Пятый и десятый класс. И главное, что там нет учителей, как таковых взрослые дети. Ну, то есть те, которые уже прошли этот курс, учатся с маленькими. Коллеги, ну, все, что я вот пока услышал из в сухом остатке претензий не к системе обучения, а к помещению. Значит, ну, вот одно из сообщений, которое здесь тогда надо просто эту проблему разделить. И, по сути дела, надо не говорить о закрытии школы, а о закрытии помещений. Если говорить о том, чтобы дети не пострадали, нужно искать другое помещение. Что нам пишет, например, Андрей из Нижнего Новгорода? На фоне всех событий, что произошли с различными детскими заведениями, такими как пожар в палаточном лагере, такие проверки необходимы. И при наличии нарушений деятельность таких учреждений необходимо приостанавливать до устранения. Если, не дай бог, что-то произойдет и потом окажется, что при проверке не находили нарушений, то мы же сами будем обвинять проверяющих. Если здания незаконно построены, соответственно, не введены в эксплуатацию соответствующим образом, с подтверждением соблюдения всех норм и правил. Формально эксплуатировать нельзя. Но это 8 корпусов, то есть действительно можно было закрыть 2 корпуса, например, которые не соответствуют? Они могут все быть не соответствующие. Тут крайне важна работа юристов, потому что если объекты, как ты сказала, что они переданы на баланс города, то это не проблема вообще Михаила Щетинина. По причине того, что это теперь проблема, соответственно, это федеральное имущество, и они должны разбираться и предоставить альтернативную площадку. Кстати, говорят, что сам он не комментирует вообще сейчас эту ситуацию, не выходит на связь, занимаются всем родители, инициативная группа. И вот есть некоторые комментарии, допустим, от учителей. Но вот знаете, я вам хочу дать послушать маленький фрагмент. Вот если кто-то удивляется, как пятиклассник может разбираться в тригонометрии и помогать десятикласснице. А, собственно, примерно вот так. Лицей Академика Щетинина никогда не имел широкой рекламы. Тем не менее, каждое лето, начиная с середины июля, со всего света в лицей приезжают дети, которые мечтают учиться только здесь. Поскольку желающих много, мы идем навстречу всем. И дети, попадая сюда, все равно волей-неволей окунаются в эту среду. Для кого-то день, для кого-то час, для кого-то неделя, все равно являются вот теми прожитыми минутами, которые им потом в жизни помогают или вот формируют как раз такой образ, к чему хочется стремиться. Не всем удается поступить в лицей сразу. Я была маленькая, но узнала про эту школу из книг. Потом я начала интересоваться сама этой школой, после ее рассказов. Начала искать в интернете всякую информацию. И вот как-то раз, просто проехали проезды на эту школу, и мама сказала, вот тут же она находится. И мы заехали и решили, вот, это же то, что тебе надо, Лина, давай поступай сюда. И мы сейчас второй раз приехали на поступление, и думаем, что все будет хорошо. Хочу также живописно расписывать стены, так же, как это мастерские делают ученики этой школы. Детей привлекает интересная учеба, отсутствие классов и домашнего задания, занятия танцами и рукопашный бой. Вступительные мероприятия проходят в течение нескольких дней. Весь процесс ведут и контролируют сами лицеисты. Учителями самими являются наши дети. В принципе, сейчас мы разбираем одну из сложнейших тем. Это химические реакции. Но мы максимально просто, понятно это объясняем. Скажем так, по-детски. И на самом деле, вот сами девчата говорят, что они не ожидали, что будет так просто. Они начали действительно понимать химию. Хотя до этого их многие люди просто пугали, что химия – это невозможно тяжелый предмет. Я должен был закончить пятый класс, но вот из-за того, что я сюда приехала, я уже закончила девятый класс. Тут такая система, что объясняют все понятно и не зацикливаются на одном. То есть всегда вперед движемся. И так можно очень быстро пройти большое расстояние, можно сказать. Вообще, наш экипаж выдает математику. Вот, у меня конкретно сейчас сидят два человека. один. Я должен им уже рассказать всю математику. Я им рассказала уже алгебру, геометрию, арифметику. Вот, сейчас я им должен тригонометрию рассказать. Ну, это не всем понятный такой раздел. Он берется только в десятом классе. И чтобы его объяснить, надо очень постараться, можно сказать. У новеньких нет такой базы, как у нас. И им надо чуть подольше объяснять. Но, в принципе, на тригонометрию мы вот один день всего лишь рассчитываем. Нормально? Мне и три года, мне кажется, не хватит. Ну, подождите. Это все, это, конечно, понятно, что это дети эмоционально объясняют. Я допускаю, что как раз школы-интернаты были всегда. И погружение действительно давал огромный прогресс. Вопрос, насколько дети дальше социализируются, все-таки, я так понимаю, что они очень... Да, это очень большой вопрос, на самом деле. Потому что они не общаются с родителями или очень ограничены. И, более того, они общаются с другими сверстниками за пределами этого лица-интерната. И не выходят за него слишком много, как вот отпускают на несколько дней. И очень многие обвиняют в том, что это секта. Знаете, почему еще? Вот есть такой Александр Дворкин, он сектолог. Мы его послушаем в последние пять минут. Давайте по-честному скажем, что он сам околорегиозный фанатик. И что доверять этому человеку я бы лично на 100% не стала. Но в своей теме он, конечно, хорошо разбирается. Смотрите, давайте-ка я вот так вот вам наброшу. Значит, во-первых, с одной стороны, Дим, мы очень часто с тобой в эфире обсуждаем такую тему, как воспитание людей нового типа. Мы говорим, откуда они возьмутся, да, если это семьи, где родители со старыми вот установками, где в школах одно и то же. Ребят, они отсюда ли-ли возьмутся новые люди вот этого нового типа? Это раз. Два, вы уж меня простите, но, к сожалению, у нас жизненные реалии так складываются, увы, к сожалению, в нашей стране, что как только я слышу подобные заявления о сектах в адрес школ, мне начинает казаться, что речь идет о какой-то подлости. Вот, я не знаю, может, я не права. Ну, понимаешь, давай тогда отзеркалим. А представим, соответственно, что есть интернат какой-нибудь юной армии. Тоже воспитание детей нового типа, что называется. На пранале кругом два раза подпрыгнул, четыре раза хватает. И тоже про родину, тоже про отечество. И тоже про родину. Так они есть. Так это дело в том, что это выбор родителям надо оставлять. Но только почему-то тему про секты мы поднимаем конкретно в адрес этой школы. Ну, в целом, да, потому что если опять-таки зеркалить... Слушайте, даже в обычных школах настолько было насаждение разных всяких идей. Я помню, как, например, там в моей школе эта учительница-идиотка попалась, которая заставила нас написать о наших желаниях, что мы хотим в будущем. А потом при всем классе разбирала, что мы неправы. То есть, вот, например, я там написала... Насколько ты неправильно? У тебя неправильно. Я была тогда в первом классе, внимание, семь лет мне было. Я только что научилась писать. Я с ошибкой написала, что я хочу замуж и двух детей. Ну, была у меня такая мечта. Понимаете, всем класс. Мы-то в дочке матери играли. И она начала разбирать, что, типа, я плохой член общества, что я вообще дрянь, потому что я должна учиться, хотите, и карьеру строить. Мы продолжим через несколько минут. Дмитрий Потапенко, дрянь Дарья Касьянова и Дарья Гордеева. Оставайтесь с нами. Потапенко будет. Ну что, присоединяйтесь. Мы обсуждаем школу... Михаила Щетинина, лицей, интернат, где дети... И вот-таки у нас есть альтернативное мнение сектолога-сектанта. Да, мы здесь пытаемся обо всем рассказать, со всех сторон. Я уже точно сказала, что Александру Дворкину я не очень доверяю, поскольку он сам околорелигиозный фанатик. Но все-таки такое мнение имеет место быть. Давайте послушаем. А как они в институт поступают? Оказывается, все просто. Поступают они в институты, не выезжая из Текоса. Не выезжая вот с этой самой школьной территории. Просто Текос заключил договоры с несколькими провинциальными педагогическими институтами. Учителя приезжают туда на место. Преподаватели, точнее, университетов приезжают туда на место. Там же они встречаются с учениками, с этими мальчиками и девочками 12-13 лет. Естественно, им платят за то, что они туда приезжают. Их кормят, их поют, они уставляют оценки и уезжают. Таким образом, Текосские воспитанники получают институтские дипломы. И потом они остаются там же. Там же и так же они работают среди других детей. То есть, фактически, секта воспроизводит кадров для самой себя. Ну, конечно, идея в том, что она будет дальше пускать свои метастазы в другие места. И тогда вот уже есть подготовленные кадры, которые будут на местах делать то же самое. Время от времени просто рычит. Он говорит, Вера, слушайтесь. Как много это значит. Говорит он, значит, вибрация пространственных начал, единое структурное нечто. Вы что-то поняли, дорогие друзья? Я не очень. Правда, в разное время в щетининском новоязи разные звуки, значит, разное время. Даже во время одной лекции часто он про один и тот же звук говорит разные вещи. Я не буду вас утомлять вот этим бесконечным перечислением щетининского псевдолингвистического бреда. Но понятно, вот доверите ли вы своего ребенка человеку, который будет учить ему этому. Но ведь главное, что в щетининской школе, что там нет ни учителей, ни уроков, кроме, естественно, щетинина. Сетинин, все остальные, там больше не учителя. Урок, говорит щетинин, проводить нельзя. Потому что урок происходит от слова урочить, а урочить значит сглазить. Проводить урок значит сглазить ребенка. Вот так. Дети обучают детей. Чему они их обучают? Обучают сразу всему. Вот есть у них там уроки... Точнее, не уроки. Интегративные курсы. О органической и неорганической химии, генетике и биологии. Это вот сразу в одном. Так, это все? Да. Ну, нет, на самом деле там огромное количество разных статей. И Дворкина, и бывших нескольких мастерников, которые говорят, что в сектах... Давайте сухой статок из этого Дворкина. Все, что я услышал первое. Ну, это вот как что-то про Каруза. Каруза слышал, вот в данном случае это было он напел. Я обнуляется, потому что я должен... Ну, неподтвержденная информация. Ну, потому что я должен послушать самого Щетинина, чтобы осознать то, о чем... Щетинин комментариев не дает. Да, то есть я должен послушать вот этот курс, потому что это Каруза напел. Отсутствие учителей. Меня... Я не просто так в самом начале нашей беседы задал вопрос. А как мы будем... Каков критерий оценки? Но если... И вторая претензия, которую я услышал, что туда приезжают учителя из провинциальных вузов. Мне кажется, так было когда-то давно. Какая-то коррупционная типа составляющая. Ну, намек на это. Но, исходя из формальных признаков, сейчас есть ЕГЭ. И если дети сдают отличный ЕГЭ, а потом поступают в вузы... А это происходит. А это происходит. То тогда снимается и первая претензия. Ну, то есть я пока кроме эмоционального какого-то того, что неприятие... Что вот это соревнуются два бога. Приятие звука ре. Не-не-не, тут соревнуются два бога. Просто один хочет иметь точно такую же секту, как ему кажется. А и завидует другому, что тот это имеет. Но эта тема чувствуется нам не на один час и не на один день. Тебе придется еще туда ехать и, скорее всего, изучать букву Р, потому что мы как три дряни, в общем, это не изучили. До сих пор не сформировалось его отношение. Поедешь изучать букву Р. «Серебряный дождь» в эфире.